В мае следующего года сотни тысяч украинских школьников пойдут сдавать внешнее тестирование. Те, кто покажут лучшие результаты, сумеют попасть в самые престижные высшие учебные заведения страны. Многие абитуриенты уже сегодня определились с выбором будущей профессии и пришли на день открытых дверей в Одесскую юридическую академию, поближе познакомиться с вузом, где они будут продолжать обучение. Авторитет, наверное, сыграл какую-то роль, реклама все-таки. Ну и плюс у меня знакомые есть, кто учил здесь и говорят очень хорошо, хорошие отзывы положительные. Почему нет? Факультет гражданской и хозяйственной юстиции, ну, потому что, мне кажется, так будет мне легче устроиться. Не знаю, вот почему-то вот к этому душа лежит. Я выбрал социально-правовый факультет. Ну, хочу повязать свое подальше життя с юриспруденцией, хочу быть юристом. Почему саме социально-правовый? Хочу защищать права людей. Я выбрала юридический колледж, потому что я мечтаю стать юристом. Мне очень нравится этот университет. Я много о нем читала в интернете, мне рассказывали знакомые о нем. Много чего впечатлило. Масштабы университета, он очень крупный. Я действительно не часто вижу такие специализированные качественные университеты. Я много чего читала в интернете про юридическую академию. Мне очень понравилось то, что тут большое разноманитие факультетов, можно с чего выбирать. Я с депутатом хотела выбирать какую-то правовую деятельность, так как родители у меня также работают в юридической сфере. Поэтому получилось бы посмотреть, как тут все, поставить какие-то испытания. Сегодня Одесская юрокадемия обладает самой современной материально-технической базой. ВУЗ является признанным лидером в сфере высшего образования. В университете также открыт факультет психологии, политологии и социологии. Факультет журналистики, выпускники которых сегодня трудятся в органах власти и местного самоуправления, ведущих общественных организациях, социологических центрах, региональных и центральных СМИ. Ежегодно более двух тысяч студентов, аспирантов и преподавателей университета выезжают на учебы и стажировки в ведущие университеты Европы и США. Сегодня юрист, современный юрист должен знать максимум 2-3 языка, иностранных языка, и мы это делаем. Вот они все 6 лет изучают у нас английский, французский, немецкий, сегодня испанский и некоторые другие. И мы даем им такую возможность, чтобы юрист знал не только право Украины, но и знал право Европейского Союза, знал право Соединенных Штатов Америки. И поэтому у нас еженедельно читают лекции иностранные профессора. Также сегодня распахнул свои двери перед абитуриентами Международный гуманитарный университет. Факультеты искусства и дизайна, лингвистики и перевода, институт права, экономики и международных отношений открывают большие возможности перед целеустремленными старшеклассниками. Мне нравится то, что здесь очень хорошо преподают английский язык, германский, китайский, французский. То есть тут можно развиваться в этой сфере. Ну, как бы я знаю, что тут это хорошо развивается, поэтому я хочу сюда поступить. И мне здесь хорошо по географическому положению доехать, как бы, ну, поэтому я его выбрала. Мне очень нравятся условия вуза, потому что очень многие вузы в нашей стране построены давно, и, соответственно, плохо отапливаются, и с этим есть проблемы, действительно. Мне нравится преподавательский состав здесь. Я знаю, что здесь очень хорошие преподаватели, и мне нравится, что они дают напутствие на будущее, какие-то рекомендации, помогают студентам устроиться в дальнейшем. Десятиклассница из девятой гимназии Александра Бригас уже набирает тысячи просмотров своими видеоблогами. Чтобы развиваться, решила поступить на специальность в кино и телепроизводство. По словам будущего режиссера, такое направление есть только в МГУ. У меня есть канал на Ютьюбе, Ray Plank называется. И у меня там достаточно много работ, я люблю снимать модели, там, музыкальные видео делаю. Есть даже 10 тысяч просмотров там. Это, конечно, не очень много, но, по крайней мере, я развиваюсь. Во-первых, мне было бы интересно знать, что тут студенты сами придумывают именно мероприятия, поэтому я бы была не против тоже создать какие-то кинофестивали. То есть, ну, это интересно, и я думаю, всем будет интересно. В Международном гуманитарном университете – наивысший четвертый уровень аккредитации. С каждым годом ВУЗ открывает новые востребованные специальности и расширяет материально-техническую базу. Открыты современные спортивные комплексы и стадионы. Начала свою работу ультрасовременная стоматологическая клиника, где студенты медицинского института проходят практику, близятся к завершению строительства еще одной клиники. Президент ВУЗа Сергей Кивалов гордостью говорит о достижениях ВУЗа. Наш университет очень крепко стал на ноги. И знаете почему? Да потому что мы развиваем и учебный процесс, и мы знаем, как готовят специалистов. И самое главное – материальная база. У нас своя материальная база. Знаете, есть университеты от Доневки. Сняли две комнаты или два класса какой-то гостиницы и говорят, мы готовим специалистов. Посмотрите на учебные корпуса, которые у нас есть. А это мы заработали сами. С детальной информацией о преимуществах обучения в Международном гуманитарном университете и Национальном университете Одесская юридическая академия также можно ознакомиться на официальных сайтах ВУЗов и страницах в социальных сетях Facebook и Instagram. Наталья Аапара, Дмитрий Богомолов, Юлия Польнова, Григорий Евич, телеканал «Репортер».